Оценили мероприятие уходящего года и наметили направление развития церковной жизни на год предстоящий. В патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось последнее в этом году заседание Священного Синода Русской Церкви. Об основных решениях далее в сюжете. Перед началом заседания представитель обратился к членам Синода с кратким сообщением по основным темам повестки дня. Если говорить о проблемах, которые мы сегодня с вами должны рассмотреть, то очень много документов, которые как раз и соответствуют к концу года. Нам нужно подвести итоги по разным направлениям нашей деятельности. Ну и кроме того оценить целый ряд мероприятий, которые состоялись в минувшем и особенно в последнее время, а также принять и несколько юридических документов, обсудить эти документы. И, наконец, принять решение об избрании нескольких кандидатов в епископский сан, а также образовать, по милости Божией, новые епархии нашей Церкви. Одной из таких новых епархий стала образованная Великолугская кафедра, выделенная из состава Псковской епархии. Епархиальной архиерей последней станет именоваться Псковский и Порховский, а владыка новообразованной кафедры будет иметь титул Великолугский и Невельский. Им определено быть епископу Клинцовскому и Трубчевскому Сергию. При этом временное управление Клинцовской епархии поручено митрополиту Брянскому и Севскому Александру. Кроме того, в пределах Псковской области учреждается Псковская митрополия, включающая в себя Псковскую и Великолугскую епархии. Глава митрополии – митрополит Псковский и Порховский Евсевий. Продолжилось образование новых епархий в пределах белорусского экзархата. Так, члены Синода постановили образовать Литскую епархию, выделив ее из состава Новогрудской епархии белорусского экзархата. Ее архиерей будет иметь титул Литский и Сморгонский. Им избран заместитель наместника Успенского Жировического монастыря и романах Порфирий Приднюк. Епархиальный архиерей Новогрудской епархии, в свою очередь, будет носить титул Новогрудский и Слонимский. Ну а епископ Сморгонский Петр теперь будет иметь титул Дятловский. И за ним сохранена должность викария Новогрудской епархии. Нововведения коснулись и Сибирского региона. Из состава Ханты-Мансийской выделена Югорская епархия. Ее архиерею дан титул Югорский и Нягонский. И им избран архимандрит Фотий Евтихеев, клирик Иркутской епархии. В пределах Ханты-Мансийского автономного округа Югры образована Ханты-Мансийская метрополия, включающая в себя Ханты-Мансийскую и Югорскую епархии. Главой метрополии назначен епископ Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. В Забайкале из состава Четинской выделена Нерчинская епархия, архипастры которой будут иметь титул Нерчинский и Краснокаменский. Им определено быть игумену Дмитрию Елисееву, клирику Четинской епархии. Епархиальный архиерий Четинской епархии епископ Владимир в свою очередь станет носить титул Четинский и Петровск-Забайкальский, и он же возглавит новообразованную Забайкальскую метрополию, включающую в себя и Четинскую, и Нерчинскую епархии. Новый епископ назначен и для служения в православной Молдове. Так, викарием Кишиневской епархии с титулом Сорокский избран архимандрит Иоанн Машдегуцу, клирик Кишиневской метрополии. Сорокский избран архимандрит Иоанн Машдегуцу.